Добрый день, с вами Лейко Татьяна, аналитик компании Fibok Group. В этом видео мы поговорим о двусвечных конфигурациях. Также в анализе японских свечей существуют такие понятия, как сила тела, сила тени и сила отрицания. Давайте рассмотрим эти три кита анализа японских свечей. Итак, сила тела. Чем длиннее тело, тем выше вероятность движения в выбранном направлении. Сила тени. Чем короче тень, тем выше вероятность движения в сторону короткой тени. Помним про наши хвостатые свечи, цена идет в сторону короткой тени. Сила отрицания. Если цена не пошла в ожидаемом направлении, то, скорее всего, она пойдет в противоположном. На рынке Форекс нет стопроцентной вероятности, поэтому, если цена не пошла в предполагаемую сторону, то это знак, что она пойдет в противоположную. Все достаточно банально. Обратите внимание на экран. На графике видим пересечение уровня и линии тренда. Это дает уверенность в том, что свечная конфигурация, которая сформируется на этом участке, будет разворотной. Мы видим хвостатую свечу, которая уперлась тенью в точку пересечения. Мы понимаем, что это сильная свечная конфигурация, поэтому можем сразу открывать позицию, не дожидаясь дополнительных свечей. Видим, что наш прогноз на разворот оправдался, и цена действительно начала двигаться вниз. Теперь перейдем к следующему примеру. Перед нами дневной график золота. Кажется, что цена ходит хаотично. Но давайте применим FIBA уровни. Итак, картина стала яснее. Теперь стоит лишь найти разворотные свечные конфигурации, которые нам объяснят ее поведение. Давайте попробуем спрогнозировать с помощью FIBA уровней дальнейший ход цены. Видим, как цена доходит до FIBA уровня. Консолидируется, образовывает пинцет, отбивается и устремляется вниз. Далее снова консолидируется близ уровня FIBA. Наблюдаем скопление дожи и пинцет. Это нам подтверждает важность этого уровня. Важно помнить, что если цена отбилась от уровня, то с большей вероятностью она пойдет в сторону отбоя. Если же пробила его, то в сторону пробоя. Если посмотрим свежим глазом на график цены, то увидим, что это симметричный треугольник. Мы знаем, что при его пробое цена уходит на расстояние его наибольшей ширины. Так и произошло. В этом и заключается комплексный подход к с использованием графического анализа, чтобы определить момент разворота рынка и вероятные цели для цены. В следующем видео мы рассмотрим основные принципы технического анализа.